Ребят, приветствую вас из красивейшего уголка Карелии из-за Онежья. Собираюсь на Онежское озеро на очередную рыбалку. Ребят, выхожу на озеро, вижу чьи-то следы. Я не охотник, чьи следы не знаю. Пишите в комментариях, кто знает, кто это был. Ребят, вышел на озеро. Такая красота. Даже дух захватывает. Посмотрите, как здорово. Побудьте со мной вместе в этот прекрасный момент. Просто наслаждаюсь природой. Попробую сегодня половить нашу рыбку, начать ловить нашу рыбу на меликах. Давно не останавливался на мели. Вышел за траву. Просверлю здесь одну лунку. Попробую, будет ли что брать. Идет третья декада января. Глухозимие. Ребят, постоял на мелике. Передвинулся на место поглубже. Увидел здесь трещину. Ну, трещина. Подумал, возможно, здесь будет рыба, потому что ей сейчас не хватает кислорода. Пять минут, посмотрите. Такой вот неплохой окунек. Сейчас посмотрим, кто это. Ну, походу, это самец. Лучше бы это, конечно, была самка. Потому что, если бы была самка, рыбалка бы продолжилась в активном режиме. Ну, сейчас посмотрим. Продолжим дальше. Поставлена мормышечка и блесенка. Взял на блесенку мормышечка. С мормышечки все объедено. Гнали дальше. Ребят, прошел по озеру порядка полутора километров. Насверлил 20 лунок. Пробовал на все. На мормышку. На блесенки. На большую блесну. На ядовитую блесну. Ну, вот, не знаю, похоже, нашел какой-то подход к рыбке. Такая средняя небольшая блесенка желтого цвета. Стала что-то поклевывать. Глухозимие. Не дать, не взять. Вот такая вот блесенка. Посмотрите. С красненьким. Внизу. Вот видите. Торчат наши крючочки. И рыбка уже не берет. Сейчас подправим. Будем ловить дальше. Ну, вот такие вот, ребята. Мазурики. По-другому и назвать не могу их. Очень странный клев. Очень. Сегодня, ребята, у меня медитация. Единение с природой. Ровлю маленького окуня. Наслаждаюсь великолепной погодой. Вы видите, какая погода. Просто шикарная. На озере никого я один. Красота. К сожалению, рыбка поклевывает мелкая. И поклевывает крайне неактивно. Я с надеждой. Жду рыбку. Вот, ребята, поклевочка. Поклевочка, поклевочка. Судя по повадке, небольшой окунек. Бодренько побил в наши блесенки. Скорее всего, стащил, наверное, приманку. Сейчас проверим. На балансир рапала. Вот такой вот мелкий-мелкий окушок. Такая вот у нас сегодня опять рыбалка. Что-то поинтересней. Такой же. Такой же красавчик. Я бы его отпустил, но попробую потом еще половить на глазок. У нас снова просто великолепная погода. А я пойду искать нашу рыбку дальше. Смотрите, какая красота на озере. Берега в каком-то тумане. Ребята, перебрался на луду поглубже. Пытаюсь расшевелить нашу сонную рыбку балансиром. Пока результат нулевой. Буду пробовать другие приманки. Ребята, ищу подход к нашей рыбе. Поставил пайк. Мне его привезли. Ой, это валя. Поставил валя. Мне его привезли недавно. Блесна 8,5 сантиметров. Смотрите, вытянул окунька. Небольшой. Но, тем не менее, учитывая то, что глухозимье, глухое, глухозимье, это хорошо. Будем пробовать ловить дальше. Сейчас попробую глаз. Может быть, это даст результат. Ребята, лунка, последние надежды. Глубина 11 метров. Пробую достать кого-нибудь. Сегодня полный штиль на озере. Полный штиль в воде. Рыбка берет крайне неохотно. На меня не покидает надежда. Ребят, ну что, лунка последней надежды дала свои результаты. Но я, правда, снимаю уже во дворе своего дома. Так как по закону подлости, как обычно, выключилась камера. Точнее сказать, она разрядилась. Потому как я просидел на озере. На улице мороз. Вот она, эта щучка. Не очень большая. Но по глухозимью я считаю, что это зачет. Блесна валия. Несколько окуней. Блесна валия 8,5 сантиметров. Глубина порядка 9 метров. Я ее все-таки взял. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, либо дизлайки. Кому как больше нравится. Всем пока. Комментируйте мои видео.